Александр, добрый день. Андрей, привет. Ты вообще знаешь, что у нас рынок как-то непонятно на месте буксует? На месте, по-моему, вроде как бы растет. Там растет наш 0,6-0,5, но в принципе по-большому глобально, если... Глобально. Как бы стандарт пробивает очередной годовой максимум, у нас рынок не пробивает годовой максимум. Наверное, это да, у нас даже не то, что не годовой, даже исторически, да. Вот. Ну да, мы немножко остались. Ну, понимаешь, я в последнее время воевал в Лукуэле, поэтому для меня эта бумажка так бегала быстро, что она сейчас, по-моему, на хаях. Как война, зачем закончилась? Нулевой сделкой. Я решатил ложный пробой уровня 1894-20. Сходил я на 1925, был в прибыли аж 70 рублей, и потом все вернулось обратно. Ну, как говорят знаменитые пословицы, не мешай прибыли расти. Разумеется, такие ситуации бывают, в данном случае это было плохо, но очень часто бывает, что, так сказать, обрезая себе прибыль, ты же не знаешь, когда рынок закончится, только Гуру знает, когда минимум, когда максимум. Я не знаю, поэтому... Гуру и Верников все знают. А какой программой ты пользуешься для теханализа? О-о-о! Я пользуюсь с Метастоком. Я пользуюсь с Метастоком. Смотри, какая штука. Я ассистировал Александру Элдеру полторы недели назад, да? А в его московском семинаре? Он понимает, в чем спрашивал? Потому что он же врач, если бы ты ассистировал его. То есть я лежал на кушателе? Нет, смотри. И, короче, компания Экэкэкс Интернешнл подарила мне ради такого дела Метасток 11 лицензионный. На него есть надстройка Элдера с его индикаторами, теперь у меня прям супер-пупер самый последний метасток. В общем, там все хорошо работает. А Элдерская тоже можно купить, человек рядовой? Или это он только друзьям посылает? Ну, мне становится бесплатно, потому что я помогал ему в семинаре. Ему реально были нужны, потому что наивлекание показывает именно его торговая система. Можно к нему дать за один день на сайт и купить, но он стоит недешево. На стройке его недешево стоит? Да. А сколько стоит? Все равно люди пойдут, посмотрим. Если не ошибаюсь, 199 американских рублей. Кстати, хочу сбиться. Тема Лукойл уже полностью освещена. Стоит там столько шортить? Смотри какая ситуация. Сейчас мы пробили, когда я уезжал из дома, мы пробили уже новый максимум. 1922,9. Откуда я помню все цифры? Если мы еще сходим чуть-чуть наверх, нарисуем мои разворотные паттерны, я буду первый, кто будет добивать на понижение сверху вниз по уровню 1922 рубля. Но паттерны мои нужны. Я не просто шарчу, что называется, ракетой и не просто выкупаю отскоки. Все, что называется, по стратегии, по системе. А вообще, если человек занимает выжидательную позицию, стоит out of market, это нормально? Ты считаешь, что день проходит два, а он так ничего не делает? Это не самая, на самом деле, плохая позиция на рынке. У меня максимальный был, простой в кавычках, три месяца. Я ожидал сделку. Хожу, помню, это был шорт ВТВ. Пошли, Андрей, там от тобой, тогда перепива на, господи, в парке Горького. И мне позвонился человек и сказал, наверняка у тебя стоп-лосс. Так оно и было. Это убыточные сделки, я ждал аж три недели. У меня бывают такие простые. Ничего страшного, дело обычное. Три месяца это не переборчик? Ой, нет, и потом три недели. Ой, три месяца, сори, нет. Три, конечно, три недели. Понятно. Ну, а что там по Ростелекому, ты думаешь? По Ростелекому я, в принципе, не большой любитель этой бумаги, сколько я знаю, она там чуть-чуть в одних руках сосредоточена. Там, по-моему, очень маленький флифлот. Там лонг по ложному пробою, если не ошибаюсь, уровне 140 тыг, с копейками. Я плохо ориентируюсь в этой акции. Но я посмотрел, там от нижнего конверта, с дивергенцией по MACD, в принципе, можно сыграть. Но я, так сказать, не боюсь. Для любителей Ростелекома... На покупку? На покупку, да. Понятно. А по Сургуту что? О, по Сургуту, на самом деле, я люблю такое монетико, называется третья вершина, всегда последняя. В кавычках. Вот. Мы сейчас пробили линию, соединяющей две последние вершины, при возврате вниз. Вот. Можно играть на понижение. Но в Сургуте, чем бумага плоха, бумага-то хороша, фьючерс плох. Уж слабо, он ликвидный. Там, если воюешь хотя бы 50 фьючами, это просто, ты просто почти маркет-мейкер. Я воевал в Сургуте последний раз год назад, но это реально сложно выйти. По Сургуту легко, а вот по Сургуту неприятно. Какие пришли впечатления у тебя от... Я извини, что меня туда-сюда мотают. Да. Сам понимаешь, конец рабочего дня уже столько грузану лет. Что ты думаешь по поводу поездки последнего Элдера в Россию? Как она удалась? Ну, как бы вообще твои впечатления, может быть? Я не знаю. Я с ним провел только целый день. Я не знаю, какие у него задачи были в Москве. Трудно мне сказать. Ничего не могу сказать. Святой был хороший, да. А тебе приходили там, что-то люди хлопали, благодарили там? Да. Да. Когда мне объявили, мне похлопали. Вот. И, так сказать, когда Александр Элдер подписывал книги, так сказать, отвечал на вопросы в другом помещении, я, так сказать, что называется, был находясь на сайте, стражил в нашем ноутбуке. Ко мне подошло, так сказать, несколько десятков человек. Я, так сказать, в меру сил на вопросы отвечал. Ну, и вообще-то, как это? Они обогатились знаниями? Я надеюсь на это. Ну, мы же враги, наверное. Ну, чего нам лукавить? То, что я проиграл, кто-то выиграл. Поэтому, ну, я надеюсь, да. Но я, так сказать, честно говорю, потому что какая штука? Рынки, они всегда одинаковые. Они, так сказать, не зависят от того, кто знает, кто не знает. Ну, хорошо. Я знаю, что у тебя большой семинар в Москве 17-го числа, по-моему, да, будет? Да, небольшой, маленький как раз семинар. Вот тогда вопрос, зачем тогда обучать людей, если кругом враги? Ну, ты знаешь, я ничего тут говорю о рынке. Одни и те же, так сказать, ничего не меняется. Что было, то и будет, да. Вот, ничего, так сказать, не меняется. С одной стороны, вы любите быть в аналитике. Как можно больше людей придет на рынок. А с другой стороны, некоторые будут умнее. То на я, так понимаешь, так сказать, ничего. Вот это самое. Лично для меня важные семинары. Я, так сказать, сам себя обучаю на них. Больше, чем кого-либо еще. Что ты думаешь по новому контракту Рим-2? А что я думаю? Пока баквардация. Вот. Ну, баквардация, как я понимаю. Почему, Андрей, баквардация? Что ты говоришь? Почему, Андрей, баквардация в Риме-2, а в Рихе это самое? Ну, что ты думаешь, короче, по... Да не знаю, Андрей. Мне надо, чтобы он вышел на следующий максимум. Понимаешь, я не играю. Я играю в контртренд. Я не играю выше верхнего конверта. Не играю лонг. Для меня сейчас лонг абсолютно запрещенная позиция. Я жду, так сказать, я не помню, какой максимум у Рима. Потому что я пока только в Рихе, так сказать, воевал. 161 тысяча, у меня был шорт убыточный. Вот. Сот-сот-сот, там максимум 175, кажется, да, там с чем-то. Вот, если, так сказать, забежит, так сказать, по... Там конвертик 163-175, по-моему, по памяти. Да-да-да. Вот, и поэтому, если, так сказать, забежит, уже Рим-2 за свой максимум, нарисует мои дивера, если, так сказать, у меня, не останется деньги под эту сделку, то я, как бы, дам. Шорт нет, так и нет. Момент есть. Мы играем, момента нет. Отдыхаемся, игра непростая. А вот зачем тебе новый компьютер, я знаю, ты купил компьютер там восьмиедельный. А вот какая связь, есть какая связь между компьютером и метастоком? Или метасток этот не может работать на плохом компьютере? Нет, я долго крепился. У меня Dell, ему уже без малого 5 лет, так потяжелел Quik, так потяжелели некоторые программы, которые я использую. в курсе, они же подкачивают, и у меня реально стал так тормозить, что я прямо чуть не разбил его однажды. Один прекрасный момент, я понял, что я мучаюсь. Пошел, докупил. Вот. Поэтому, дело не в компьютере, я просто... Так вот, а Asus, разве есть уже восьмиедерный? Ну, там четыре физических ядра и четыре виртуальных. i7, он называется процессор. Intel Core i7 2.2 негаметра. То есть, это сейчас реально будет тебе какое-то преимущество конкурентное положение? Ну, может небольшое, нет? Нет, нет, нет. Просто, у меня есть такая ситуация. У меня, когда я переключался между окном и квике, занимало примерно две-три секунды. Когда я, так сказать, вызывал какое-нибудь окошко в квике, занимало одну-две секунды. Их так потяжелел, что для моего старенького двухъядерного ДЭЛа всего с одним гигом оперативки стало как-то тяжело. Угу. Вообще-то, какие-то мы акции сегодня не отметили, которые стоило бы отметить? Газпром. 1909,89. Если пробьет снизу вверх, то я буду там ловить игру на понижение. Ну, опять же... Какая цель? Ты говоришь, игра, игра. Вот какие-то вот есть? Там сколько поймать? Пять процентиков? Семь процентиков? Или это заранее ты не знаешь? Я стараюсь поймать движух от верхнего до нижнего конверта. Если выходит на стоп-лосс, понятно, как я закрываюсь, да. И как только рынок подходит, так сказать, что средний ее пересекает, я выставляю стоп-лосс в зоне без убытка. А дальше это становится уже на усмотрение. Если он коснется нижнего конверта, то для меня однозначно выход. Если, так сказать, там запилит и будет рисовать возвратные паттерны на повышение, там я закроюсь. Вот. То есть, у меня тейк-профит, хотя я на вебинарах говорю, что тейк-профит жесткий, на самом деле они у меня предварительные. Но начинающим об этом знать нельзя. Почему? Ну, потому что лучше играть, что называется, по системе. Потом придет непонимание, что можно двигать. Стоп-лосса точно двигать нельзя. А кто скажет человеку, что такое-то двигать можно, сразу знаменитая поговорка, не давай прибыли расти. Тоже стоит в действии. Две копейки в прибыли, закрываемся. Поэтому не надо этого говорить. Вот ты человек системный, можно сказать, да? Ну, не стратегии. Система – это более жесткая вещь. Да, стратегия у тебя, да? Вот зачем ты читаешь аналитиков, хотя бы двух, или Лесину, там Наталью Блажеву? Да, что я. А зачем? Зачем человеку, ну, новости, который ждет стрелочку там, вверх или вниз? Ну, да. Ну, во-первых, скучно как бы жить на белом светле, сходи, ничего не зная, да? Вот. Я читаю, на самом деле, только утром, потому что все-таки мне важно утреннее открытие. Я многократно вижу, как ошибаются вот эти вот ребята, которые дают дорыночные котировки. Очень часто бывают котировки, так сказать, совсем не те, которые нужны. Вот. Все-таки я примерно понимаю, как рынок откроется. Но, так сказать, опять-таки, за меня новости про прочитают. Вот. Я, так сказать, не могу, не имею возможности, так сказать, все отслеживать. А я новости прочту, я, так сказать, узнаю, что… Вот у меня была такая ситуация, когда это было реально полезно. Помнишь, когда была в Роснефти, когда, как раз-то, с Шевроном, да? Что-то там Путин, там, на чем-то там договорился. Я это узнал от вашего брата, аналитика. И для меня стало понятно, почему рынок рвут. Тогда я сильно залип в этой акции. Я, так сказать, это реально помогло. Я закрылся по 220 с чем-то, а был готов закрываться по 216. Когда я об этом узнал, я сказал, ладно, мы дождемся. Понятно. Ну, как ты оцениваешь качество аналитики Верникова? Оно растет или падает? Я не знаю, оно стабильно пытается пробить под сопротивление. Ну, спасибо большое. Спасибо.